Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь и это продолжение нашей карьеры за Зенит. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал RNT. Ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения нацплей на ютубе, буду рада всех там увидеть. Ну и также мы продолжаем наш марафон видеороликов, как только под этим роликом вы набираете 10 лайков, я сразу же выкладываю следующий ролик, так что дерзайте. Ну что же, интереснейшие сегодня у нас матчи, это во-первых полуфинал Лиги Чемпионов, в прошлом сезоне мы именно в полуфинале отлетели от Баварии, в последнем матче довелось уже даже на мы в дополнительное время сыграть, где мы пропустили два безответных мяча, но вот теперь Монако вроде как бы полегче, но именно Монако-то и выбили Баварию в этом сезоне в четвертьфинале. Также две игры у нас в чемпионате против московских команд, дома против Спартака на выезде против Локомотива, но мы уже чемпионы России, поэтому я буду наверное все-таки вторым составом играть, дать шанс молодым все-таки тоже стоит, ну и не молодым, второму так сказать составу вдруг кто-то из них действительно там заиграет, получится что-то. Ну, главное, что мы вот уже чемпионы, поэтому ротировать состав можно спокойно. Так, ну я полностью ротировал состав, то есть все абсолютно новые 11 футболистов, отличающихся от основного состава, главное, чтобы вся основа у меня в следующем матче была готова к игре против Монако. Ну а так, Зенит-Спартак, поехали! Итак, Газпром-арена, Зенит принимает Спартак, недавно мы с ними играли в полуфинале Кубка России, где мы их разгромили 3-0, но посмотрим получится ли у Спартака, еще теперь-то и на выезде играли-то в полуфинале на Нитальном стадионе, а здесь уже полная поддержка Зенита должна быть, поэтому посмотрим справится ли Спартак с давлением. И суперские моменты, Федор Чалов реализует этот выход 1 на 1, практически 53-я минута и 1-0. Мы выходим в очень важном для нас матче, потому что Спартак-то решает свои до сих пор проблемы, они проиграли в дерби в Сиаруси, ЦСКА и сейчас занимают третью строчку, хотя боролись и за чемпионство именно они, а теперь могут остаться даже без серебряных медалей, но вот мы еще и сейчас можем их без этого оставить. И все, финальный сесток, ну и наконец-то и мы в чемпионате смогли уже, в этом сезоне мы вроде ни разу не проиграли Спартаку, вроде сыграли в ничью 2-2 с ними на открытии арене, если я не ошибаюсь, вот, ну а так дома обыграли минимально Чалов, молодец, хоть и вторым даже составом мы вышли, ребята все равно отыграли на уровне, 7-5 оценку Чалов получает. После 27-го тура мы все так же на первом месте лидируем на 13 очков, опережаем московский ЦСКА. Так, Чалова все-таки согласны купить, ну замечательно, Булверхэмптон, вообще для него топ, мне кажется сейчас, ну по реальным меркам все-таки, если бы Чалов играл в Зените, то лучше же действительно перейти в конкурирующую команду в английской премьер-лиге, там заиграет, позабивает, может быть куда-нибудь лучше и позовут. Вот Дзюбу того же мы продали в Лестер, после сезона в Англии он перешел в Манчестер Юнайтед. Но у нас сейчас интересная и важная игра против Монако, мы против них ни разу не играли, сейчас посмотрим, Головин, да, у них есть в составе до сих пор на скамейке, правда, запасных. Вот Камара как раз не будет играть, он и предыдущий матч вот не сыграл, но это всего лишь один игрок, слава богу. По остальным вроде все замечательно, поэтому вот таким составом мы выходим против Монако, домашняя игра, полуфинала Лиги Чемпионов, поехали. Итак, Газпром-арена, Зенит принимает Монако, полуфинал Лиги Чемпионов, очередной для нас шаг к заветному трофею. Мы, наверное, самая такая стабильная команда, которая проходит до полуфинала уже третий сезон подряд. Вот, я не помню, действительно, надо все-таки, мне кажется, перед записью последнего финального ролика, если мы, конечно, выйдем в финал, мы сегодня это узнаем, посмотреть, до какой стадии я дошел в первом своем сезоне. Потому что во втором сезоне мы дошли до финала, в третьем дошли до полуфинала. То есть очень стабильную игру показываем, и снова вот в четвертом сезоне, снова вот дошли до полуфинала. Но немножечко нам всегда вот не хватало до победы. И вот Джастин Клюверт, 1-0. 1-0, и я надеюсь, что, прям как номер на спине у Джастина Клюверта, я надеюсь, что все-таки это какой-то знак, что вот мы забили быстрый гол первыми, и то, что у нас все получится, и Монако мы пройдем. Ну а там, дай бог, Интер или Тоттенхэм мы все-таки обыграем. И Малком делает счет 2-0. 48-я минута. Еще к перерыву мы уже обыгрываем Монако в полуфинале. И, ну, действительно, немножечко уверенности. И такой немножко, главное сейчас, чтобы расслабленность у футболистов не появилась. Но я полностью, наверное, уверен стал, что эта задача проходима. Два удара у нас твор, два гола ворота Монако в первом тайме. Замечательно. И все-таки Холланд забивает тоже. 73-я минута, мы уже громим 3-0. Монако в первом же матче дома, поэтому все супер. Ну и 3-1. Интрига возвращается. 78-я минута. Монако забивает свой гостевой гол. Не дай бог сейчас вот это вот будет расслабленность. Кейта Бальде нам забил. Ну и все. 3-1. Клюверт, Малком и Холланд помогли добыть нам очень важную победу в полуфинале Лиги Чемпионов. И, как по мне, это самая лучшая наша игра, которую мы показали за всю Лигу Чемпионов. Ну, мне кажется, по крайней мере, этого сезона уж точно. Холланд стал игроком матча. Так, ну и все. Мы договорились с Уллурхэмптоном. За 16 миллионов 200 тысяч он переходит туда. Ну и вот так вот он отыграл за нас 4 сезона. Получается, мы его прямо в первое же трансферное окно в первое его и купили. Нам нужны были форварды. Вот, 98 матчей из 182 практически больше, там, половины он отыграл матчей из всех возможных. 47 забитых мячей, 24 голевые передачи, средний рейтинг 6,5, средняя оценка, точнее. Ну и все. Получил 84-й рейтинг. Поэтому мы его отпускаем. Ну, неплохо так разгрузили зарплатный бюджет. В сборное место попал Жезус, Асимьен. По тренировкам Гринвуд добавил единичку к рейтингу. Рибери, как мы видим. Ну и все остальные это игроки молодежки. Ну, у нас сейчас выездная игра против Локомотива. Они идут уже на седьмой строчке. Поэтому, ну, принципиально все равно для нас соперник. Они очень часто нас обыгрывали. Да и в прошлом сезоне выбили из полуфинала Кубка России. Поэтому давайте сейчас, кстати, и Комара пусть сыграет. А то там Элведи уже два матча у нас подряд отыграл. Вот. Ну, остальных ребят я всех также выпускаю. Так. Ну и Чалов тоже, можно так сказать, последние такие свои минуты в Зените проводит. Уже все. Трансфер подтвержден. Он уходит в Улверхэмптон. Но посмотрим, как он сегодня отыграет. Все-таки против Спартаката он забил. Поехали. Итак, РЖД Арена. Локомотив принимает Санкт-Петербургский Зенит. В рамках, я не знаю, там какого, 28-го. Может, тура Российской Премьер-Лиги. 29-го тоже может быть. А вроде 28-го, если я ничего не путаю. Потому что у нас там, если я не путаюсь, ничего. Химки и ЦСКА останутся в конце сезона. Два матча. Вот, посмотрим. И Асимьен выводит нас вперед. Перед самым перерывом этот парень забивает очередной гол за Зенит в этом сезоне. Российской Премьер-Лиги и все. На спокойной сейчас уверенности, я надеюсь, мы начнем второй тайм. И 1-1. 56-ая минута. Зря, наверное, все-таки выдвинулся и немножко Пикфордом. Открыл прям угол. Но я ему все-таки и сужал, пробовал. Но не получилось. 1-1. Локомотив сравнивает счет. У Густава Майя забивает. И все. Финальный свисток. Мы играем в ничью против Локомотива на выезде. Но ребята, в любом случае, молодцы. Неплохо себя показали. Все-таки напомню, что играет сейчас второй состав. Парням надо тоже дать время. Почему бы и нет. Асимьен 7.5 оценку получает. Ну и после 28-го тура мы все-таки же лидируем. На 11 очков опережаем ЦСКА. Ну что же, и последний матч на сегодня. Это выездная игра на Стэд Луиз 2. Так он называется стадион Монако. Мы постараемся одержать победу и выйти второй раз в своей истории в финал Лиги Чемпионов. Вот таким составом выходим. Элведи и Комара у нас будут в центре защиты. Тах с ужасной формы, поэтому не буду его уж выпускать. Монако против Зенита. Головин, кстати, в старте. Поехали. Итак, ответный матч в полуфинале Лиги Чемпионов. Монако против Зенита. Начинаем. Ну и забивает очень быстрый гол Монако. Шестая минута. Я даже не знаю, что это за парень. Сейчас забил Джо Лагдинов. Ну очень быстро эта атака прошла, конечно. Ну и мы уже проигрываем. Да нет, ну это скрипт какой-то. Я не понимаю. Два удара, два гола у них сейчас. Еще и рикошетом каким-то. Что за бред-то начался? Отлично, Холланд нас выводит вперед. 2-1. 13-й. Если кто-то опоздал на этот матч, очень ему сочувствую. Но за 13 минут забили три мяча команды. 2-1. Ну, бред какой-то. Прямо сейчас на голы. Но главное, что мы снова вышли вперед и забили именно столько на выезде, сколько и Монако нам в прошлом матче. Поэтому это замечательно. Что получилось хотя бы им забить. И все, финальный свисток. Хоть Зенит и проиграл Монако на выезде, но это просто что-то странное было. Но вы посмотрите, за 13 минут никогда такого у меня не было, чтобы три было забитых мяча. И причем в двух атаках Монако подряд и какие-то шальные, причем удары. Мы неплохо себя тоже показали. Много было хороших моментов у вратаря Клементи. Я просто хочу показать вам, сколько у него было сейвов. Шесть сейвов при семи наших ударах по воротам. Представляете, он один только вот и пропустил. Ну вот как-то так. Ну что же, а в ответном полуфинале Тоттенхэм сыграл сначала в ничью с Интером 2-2, а потом разнес их 4-0, причем на Сан-Сиро. Поэтому как-то так. Ну вот постараемся у Тоттенхэма забрать трофей. Чтобы такой вот проклятие у них до сих пор и действовала, без трофейность. Но надеюсь, что нам что-то да и поможет в этом матче. Ну что же, а на этом все. Ребят, всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну а с вами был Андрей и канал Футбол Этожид. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok